Огромному камню, неизвестно откуда взявшемуся посреди чистого поля, древние славяне приписывали магические свойства, совершали на нем ритуальные жертвоприношения. Да и по сей день местные жители говорят, что тот, кто прикоснется к камню, получит силу. Наука геологии развеяла чудесное происхождение валуна. Сотни миллионов лет назад его принес сюда наступающий ледник, предположительно с территории Ладожского озера. Кто назвал его русичем, неизвестно, а второе имя – Ломаховский камень, оправдано расположением рядом села Ломаха. Ходит легенда о том, что когда-то мошенники обманывали заезжих покупателей, выдавая покрытый снегом валун за сток сена. Валун состоит из гранита различных оттенков серого цвета. Его высота около пяти метров, а диаметр около восьми. Пока камня покрыты мхом, рядом растет небольшая яблоня. За много лет вокруг Русича образовались детки, небольшие камни. Увидеть это геологическое чудо можно по дороге в Копурскую крепость, что в нескольких километрах от валуна. Итак, вторая наша локация – камень. Огромный валун рядом с деревней Ломахи. Ну давай я понесу. Он шуршит. Шуршит. Сапоги несем резиновые. Будем в брод переходить через реку. Вон мальчишки тоже вооружились. Кто чем. Кто кроссовками непромокаемыми, кто сапогами. Сейчас поедем. Кто с сандалями, с крылышками. Да. Ха-ха-ха. Терфея. Идем. Пробираемся через траву. По полю. Трава мокрая. Идти неудобно. Кто в сапогах, кто без. Кто будет с мокрыми ногами. После этого. Кто подрова. Марш-броска. Да. Да. Так, вышли. О, а мы вышли на более-менее что-то приличное. Какую-то дорожку примятую. Траву. Запомните эту дорогу. У нас там один даже завалил. Юля. Смотри, а здесь, по-моему, два уступа. Может, она была вот такая широченная. Это значит, она была вот там, где стоит вода. Это само собой. Ой, рябина. А когда в какой-то период у нее вода понедилась, и она намыла вот этот уступ. А теперь еще меньше. А теперь еще. Так получается, что ягоды. Берет из родничков. Из шивых родничков. Вот недалеко оттуда. Вот речка-то. Девочки, а что за ягоды? Копорье же 12 километров от воды. Значит, здесь вода была... Копорье та же история. Тоже оврат, в котором чудечка Копорка. А конкретно. Ну, я... Вот там отчаясь какой-то. Да, говорите. Если она 12 километров... Там река. Такая вода. Это ничего. Запада. Мы сейчас на запад. То есть, все море стояло вот здесь, в Копорье. Вот это все было море. Нет, море было вот тут, наверное. Это берег моря бывшего. Копорье стояло на берегу моря. Да. Вот тут тоже могла быть вода. А что за ягоды, Юль? Вон те, под деревом. Сиреневые. Вот, вот, вот. А, нет. Это жимолость татарская. Она горькая. Ягоды едят птицы. Так, а что за река? Еще раз. Речка Ламушка. Ламушка. На его берегу деревня Ломаха. А выше по течению, вот там, деревня Ирогощи. Чувствуете, рука Новгорода? Одна коренная, да, сладкого похожа. И она вот тут, вот, в редниках берет начало. Так же, как речка Копорка. Такая же, короткая. Течет вот в этом жутком разломе к земной коры, да? Соответственными стенками. Вот. И берет начало именно из родников. И представляете, какие мощные родники есть? Вот такая речушка шумит внизу. Слышите? Угу. Напор воды. Вот совсем недалеко отсюда. У нее исток из родников. Вот так же, как Копорка, так же, как Лопухинка. Вот речка Рудица, да? И так далее, и так далее. Воронка, то же самое. Из родников и сразу пошло в каньоне, в жутком каньоне. Вот река Систа, река Сума, где мы сейчас будем с вами скоро, да? Вот. Вот. И вот эта речка Ламушка, она впадает в речку Систу, ниже по течению, вот там. Ну, совсем недалеко. Вот. Так что, а Систа судоходная была. Ну, возможно, и здесь была судоходная река, если вода была выше уровня воды. Ну, видишь, здесь вряд ли, потому что, ну, хотя, может быть, если рядом вот этот вот остатки гигантской генетической стены, вот я вижу вот этот камень, да, Русич, посмотрите на него. Вот когда я шла и с той стороны на него глянула, и у меня вот тоже озарение, что к этому камню другой, полигональной кладкой, да, такой, был третий, четвертый. То есть видите он какой, да, края. То есть края для полигоналки сделанные. То есть к нему еще что-то стековало, слушай. Они знают, что они-то забрали все в Бальбек. Точно. Пошли. Получается, вы смотрите по дубам. 200-250 лет. Люба, сейчас обрати внимание на структуру камня. Он такой же, как предыдущий был. Придем и смотрим, какой структура камня. Вот тут, как бы, ну, вот еще один. Это было предположить, что он сверху упал. То он должен, ну, это. Ну, во-первых, какая-то, не знаю. Яма должна была быть. Она может быть дождями, как бы, замылась уже, грунтом занеслась. Ну, это такое, надо, знаете, есть такой метод, георадар. Я не знаю, что это за оборудование георадарное, с помощью которого можно, в принципе, посмотреть вокруг. Да, что такое. Наверное. Ну, кто-то явно не сеть был. Это Мужик теперь за нами ездит. Какой, да? Видишь, камни пробираются. Это он? Кстати, давайте эту дорогу запомним. Видишь, там, наверное, есть дорога. Он сейчас перед нас туда залезет. Сил набирается. Он решил присоединиться к нашей компании. Да, ты его пригласила. Это он, что ли? Это другое, парень. Там коронавирус. Да. Стас, Стас. Я-то не дефилен. Стас, чтобы исходить заходят. Это какие-то хранители. Раз, и ушел. Хранители под пол. Ты, 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 опарщик. Остальные ехали. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всегда вперед. Отдать яблоки. Ты посмотри. Да вообще, да? Яблоки у нас все-таки такая. Точно магазин нет? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тут езжай. Отсюда? Да. Отсюда попробую? Да, вот мы уже пробовали. Это сегодня пробуем. Нет, до сих пор купах это яблоко. А вот так вот. И ты. Может, она подходит? На эмаль не будет тебя спять. Там он ушел с нами. Сейчас там Друзья расскажет. Хорошо, человеческий рост виден как раз. Повернитесь, ребят, пока вы там. Один в один. Один в один. Друзья, другие эмегалитические дачи. Там нестена, как Люба говорила, да? И тоже бетон, да? То есть вот мы одну крепость имеем, вот этого древнего королевства. Рубов, русов или вот это индов, антов, которые раньше назывались инды, анты, да? Великаны, вот это их эмегалитические цивилизации, вот это все оставила. Это было все вот на этой поверхности и вот этих вот речек не было. То есть вот это вот трещины, эти каньоны, да, трещины в земной коре, они как раз образовались в результате вот этой катастрофы, этой войны, когда погибла вот эта цивилизация, которая вот это строила. И обратите внимание, это эмегалитический бетон, как мы видим, как Люба сказала, на Петровицком валуне. В валуне, да? Это гипотеза. Гипотеза. Ну вот я совершенно с ней согласна. Слушайте, а может они вот эти валуны сверху кидали, знаешь, как бомбы, как эти снаряды кидали и что-то сверху. Их не кидали, потому что изначально их отливали, отливали здесь на месте, потому что к ним вот стыковалось второй такой же отлив, там третий, да, сбоку. Так же, как и к Петровицкому валуну. Вяжут. Вот реально, вот меня это тоже осенило, благодаря Любе, да? То есть я наконец поняла, у меня все пасты сложились. Там тоже? Хорошо, Юля, тогда вопрос, а куда остальное все делось? Они же тоже не маленькие были камни, по идее. А вопрос действительно интересный, потому что вот я знаю следователей наших, прояведов, которые вот находят мегалитическую валунную выкладку. Здравствуйте. В виде змеи, например, да, в наших лесах, Ломоносовского района, вот таким, Бесебского. Как он проявит? Здесь нету кладки. Растаскивают, да, жители? И они видят, что отдельные валуны от этой кладки, вот они есть, но они что-то куда-то сдвинуты, растасканы, их мало. Остальные кто-то куда-то делал. Это все в лесу, среди болот, дорог туда нет вообще никаких. Как это все забрали и кто, и зачем, неизвестно. Ну, жители растаскивают на свои постройки. Дорог нет, куда, ни машину, а это огромные вот такие камни, понимаешь, не подвезти. Нет, ну здесь, допустим, могли что-то растащить, там могли, там подъездные пути есть. Здесь могли принаправленно убирать это все. Ну, вот, Кунгуров на чертовом городище тоже нашел следы, что в 60-х годах, 200-го века убирали конкретно что-то вот на чертовом городище, на Урале, да, там где-то. Как он правильно называется? Вот, и у него есть ролик, я читала несколько лет назад, 4 года назад или 5, вот. И он тоже удивлялся себе, подождите, вот здесь что-то стояло, какой-то блок, сейчас нет. У него назад немного климатинский, ломатинский. Это все недавно кто-то зачем-то, то есть, понимаете, заметают следы. Юля, а название этого камня? Ну, неоязычники его называют Русич, как вы яхту назовете, так она и поплывет. То есть, когда неоязычские обряды начинают справлять, а эти камни на них справляют до сих пор, всякие портят, да, мирно, своими эмоциями, на Петровицком точно, вот, и здесь точно, то есть, есть определенные личности, которые нарушают гармонию, да, природы, энергетические, все эти потоки своими вот этими действиями, за которые, кстати, они получают по полной. Потому что магия у нас запрещена. То есть, они черной магией занимаются? Ну, не при чем здесь черной, любая магия запрещена, просто запрещена. Потому что магия – это религия четвертый раз. Это религия вот тех, которые строили вот эти стены. И для них это было нормально. Но они так увлеклись своей магией, что из-за нее, кстати, они погибли. Это атланты. Понимаете? Атланты. Поэтому после этого магия была запрещена. И пятый раз, и следующий, который... Мы пятая раса, да, после атлантов, да, пришли. Да, мы пришли, значит, у нас там были четырехметровые, там, трехметровые, да. Сначала люди, теперь мы измельчали. Вот, значит, им дали какую религию? Христианство. Это религия в пятый раз. Помните, как боролись, да, с магией, не случайно, да? Жгли на кострах. Да, 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 да. Вот, боролись с магией, вот, потому что она реально была запрещена. Официально, везде. Я когда посмотрела, каким перстом крещутся, это самая самая мудра из... Мудра. Естественно, одно перетекает в другое. Там свои, это чистая магия. Закон космоса такой, нижестоящие входят в вышестоящие, так, чай. Пожалуйста. Так, кто-то болезал. Смотри, Олег, там появилось слово «Замир». А, было только нет войне. Андрюха, я тебя по-другому все. Я не понимаю, как. А еще можно подумать, что войне за мир. Война за мир. Что-то сейчас так и происходит. Игру слов вот эту, вот, люди вообще не понимают, насколько они звукорят и формируют. Предлагай сфотографироваться. У него почетное место на троне. Ручки сложила? Я жду. Да? Соединяйтесь. Слушайте, вот здесь вот типичная бетонная. Видно, что это бетон вот отсюда. Расслоилась шапка. Посмотрите, это бетон был. Да. Это заливка. Вот она вот так. Люба, что скажешь? Откваивается. Откваивается. Отходит с горкой. Во-первых, интересно бы посмотреть. Пошу, как бы. Интересно бы посмотреть. Посмотрите, да. Олег, у тебя карта есть, которая видит камни всякие. Так это вот мапсми. Мапсми. Люба хочет посмотреть. Ну, не, ну на карту бы как-то их расположить, а где они там находятся. А у тебя есть с тобой телефон? Нет. Давайте сейчас мы можем включать приложение. Давайте сейчас мы можем включать приложение. Называется мапсми называется. Олег, ты не видишься от рук, что у кого-то можно включать? Олег. 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 Космонавт. Так, вы там все? Давайте. Мините меня с телефона. Попадируйте там. Оксанчик, сухой. О, Андрюш, хорошо. Все видят камеру? Ваня, Ваня, посмотри. Ваня, хорошо с яблоком. Молодцы. Чиз, в камеру все смотрим, улыбаемся. Вся. Еще разочек. Ну вообще. Попала. Давай, Оксан, тебя сфоткай. Нет, Мишечка. Давайте целли. Мы батики пошлем. Смотри, Оксана, как хорошо получается. Что? Палка есть, пошли. Давай все целки делаем. Да? Олег. Да. Он уже с той стороны сошел. Олег, иди сюда. Олег нашел в пещеру и залез уже в пещеру. Давайте сюда. Телепортировался и выйдет на том камне. Мужик вот этот. Это тот самый мужик приходил, который оттуда. А он уже ушел? Ну да. Он так вот прислонился лбом к камню и пошел. И пошел, получил свою порцию. Он сказал, что не любит, когда мы уезжаем. Слушай, он не по дороге шел прямо по полюшку. Идемте сюда, селфи сделаем. Вот сюда. Все вместе. Загружается. Нет, но он видит, что у меня Олега не будет. Олег, щелкни, Олега. Да, Олег. Он на камне. На камне? Он запросил, снимите меня. Если ты посмотришь в него, то мы запечатлим твою голову. Звоним в МЧС. Так, попадаем. Снимают с льдино, это снимают с камней. Юля, внизу. Да, потом я скриню. Со скриню. Так, сейчас камень. Да. Надо, чтобы вот так взял немножко. Вы жаллировать. Да и Олег там на камне. И Олег, высунь голову. Он для этого, для масштаба. Олег, голову высунь. Олег, где на ручке? Наверное, вниз. А то сейчас в полете заснимем. Зато кадр какой будет. Да. Кадр уже есть. Выгляни, выгляни. Выгляни в окошко, дам тебе голову. Вот мы его. Юля, Юля, попадай, попадай. Андрей, видишь ты его? Олег, хотя бы руку вытащи. Помаши там ногу. Рукой помаши, тебя не видно. Руками за дерево держатся. Подвижность. Надо, чтобы это один пошло, из-за маленьких, из-за другой сюда. А еще. Так, ну вот интересно. Все посмотрели там, как отслаивается бетонная? Нет. Иди, зайди, посмотри. С стороны надо обойти. Ну, а времени даже от погодных условий, от каких-то перепада давления, например, того же, все, бетон закрасывается, и он накипает там. Он его сверху пригрел, а он и срезал. Да его, скорее всего, и все-таки не пригрел. Он не застяк. Ну, выглядит, как потекший. А по факту, может быть, так заливали бетон. Ну, а приема, да. Вот смотрите, вот эти мегалиты этой цивилизации на Уране, на Уране. Интересно, это его части, этого камня? А может быть, расслоилось, и вот тут вот... Смотрите, здесь лежат поменьше камни, может быть, это его части. О, и здесь тоже большой камушек, который рядом лежит. А вот тут ровный круг. Причем здесь их больше, чем рядом с тем камнем, у которого мы были до этого. Или трактор, или, знаешь, вот это есть. Так, это не вездеходы, а как их называют. Квадроциклы, да. О, весь потресканный, смотри, как ему тут досталось. Да, возможно, это от него отваливались части. Крапива. Да. Ну, может, часть от него, да, отваливалась. Крапива сказала, что мы сюда поедем, или он сам, наверное, собирался. Да, сказала. Он сказал, что, ну, я бы там был уже. Ну, он перебумал. И поехал. Да, по-настоящему. И посмотрите, трещина-то, коти, а. Видно, трясло в землю. С вами хитоника, да, была какая-то. Ты где? О, я поняла. Знаете, откуда трещина? Когда вот это, этот вот. Да, да, да. Стой, Андрюш, там. Сейчас, Андрей. Это трещина, по которой течет речка Ламошка, да. Она образовалась, когда вот это стряхануло, хитоника, вот это. И вот образовались вот эти трещины в этом камне. Давай, ты где там? В яблоне сидишь. Ой, какая красота. Среди яблок. Челкай. Вон, вон, отсюда. Челкай. В окружении яблок. Красивый такой. Красивый такой. Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. Все, Олег. Для сайта знакомств. Фотография готова. Отлично. И сейчас бицепсы твои сюда. Все, можно жених. Подожди. Он по тропе шел. Нет. По всей сфоли он шел. Да ну, ребят. Он тут рядом. Дорога. Ну, ба. По дороге-то. Как он прям в рамке такой. Ок. 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 Все, хорошо. Почему? Там клевер. Клевер это... Школа, что-либо, парни. Да, видишь зеленая. Школа, что-либо, парни. Что-либо, парни? У нас сейчас как-то парни. У нас сейчас как-то парни. Ну, потом уже не поднимаются. На арбивные. Да, ты, вы вообще какие-то. Нет, 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 нормально. Нет, тут нет никакого этого герна. Слушай, Юля, а Александр Трофимович что по этому поводу говорит? Он эти не изучал. Конкретно вот не был около Русича. У Петровицкого он был в луна. Вот. Но он говорит, что это реально, действительно, поставили вот эти вот Руги Русы. Вот это королевство Ругов Русов, он их называет так. Вот. Значит, на этой территории были вся побережье Атлантическое, Балтийского моря. Вот мы как раз недалеко от Балтийского моря до Бискальского залива. Вот это. Но если вспомнить, что легенды о великанах, вот рядом у нас Эстония, да, совсем рядом, вот, там очень много всяких великанов. А в Прибалтике вообще Рогайна, да, или как там ее называлось, великанши-то, да? Помните, я кидала там вам про Пруссию, в Пруссии. Там свои в Пруссии, в Прибалтике свои. И все говорит о великанах каких-то, которые ставили свои замки. Так вот, пожалуйста, вот замок великанов. Дело в том, что это может быть верхушка айсберга. Нет. А там еще внизу сколько, может, не знаем. Нет, дело в том, что он стоит прямо на известняковой плите, которая толщиной 250-300 метров, до 300 метров, говорят эти. Вот. То есть, это не верхушка айсберга. Дело в том, что здесь же, видите, все выровнено, да? Да, да, да. Выровнено. Это плата, мы на айжорском плата находимся. И волной, и волной гигантской. Все вот выровнено, засыпано этой глииной однородной, да? Вот. То есть, вода тут потом проходила. Тут много чего было. Тут потом были эти тектоника, землетрясения были. Вот. Что-то рухнуло. Вот тут рядом Балтийско-Ладожский глинт вот этот. Он поднялся край, да? При глинтово-низменности опустилась. Вот эти трещины в земной коре образовались. Вот эта речка Ламушка течет в такой трещине, да? Все, вы идите рядом. То есть, рядом какая-то война была, как древняя, мегалитическая, да? Вот. Может быть, это и Махабхарата была. Кто ее знал? Так, а ты видишь, сколько здесь карьеров? На реке Суме, да? Сума. Потом здесь карьер на лаве, карьер. Ты видишь, как земля расходилась? Где лопухинка? Да, там вот эти вот трещины. Там вот такие трещины, как в Турции. Земля трескалась, расходилась. И оттуда начинают утекать вот эти родники, в которых сразу же течет река. Сразу же течет река с чистой, прозрачной, питьевой, минеральной, лечебной водой. Вот. Эти родники, то есть, они в этих, в карстовых воронках начинают бить, да? Бить вот в этих на склонах оврагах вот этих трещин. На высоте вот 145 метров вот эта вот высота, да? Мы на возвышенности сейчас, да? 140 метров, 130, 120 метров. Речка Гостилка, речка Копорка, да? 120, 130, 140 метров. Речка Рудица, вот речка Систа, Сума. Они на такой большой высоте начинают течь. То есть, родники с высоты, то есть, это снизу идет вода. То есть, это свежесинтезировано, как говорит Олег Павлюченко, да? Синтезируется в недрах вот в этих вот вода, и она сверху начинает течь вниз. Причем течет и зимой, и летом засуха, не засуха, дожди, не дожди, одинаковый напор воды. Это говорит о том, что не зависит от осадка, вот, количества воды, да? Юля, они могут, это грунтовые воды настолько подниматься под каким-то напором через трещины в известняке, нет? Нет, грунтовые воды, ну просто какой напор нужен для того, чтобы они поднялись? Вот такая же, как и вот этих родников, понимаешь? То есть, синтезирование воды, синтез водорода и кислорода вот в недрах там. Вот, все роды, да, вот этот вот газ, который там упрощается. И вот там же и грунтовые воды, там вот это самое, озера подземные. У нас же здесь карст, у нас же здесь полости подземные. И они, естественно, многие водой заполнены. Тут целые реки текут подземные, озера, все тут есть. Вот, и до сих пор это рушится. Почему это озера, я так смело говорю, что это есть под землей вода в большом количестве? Потому что периодически возникают новые карстовые воронки. Проваливаются, подмываются там, внутри полости образуются, и все, и крышка может рухнуть. Вот, и все. У нас вот этот центр Жорского плотова, где моя дача, да, за островье, вот это все, Копорье, и туда на юг, вот. Это карстовый район, известный. Все карстовые крупные воронки нарисованы на картах в месячных годах наших российских. Все они есть, указаны. Вот свое, около моей дачи, я нашла вот эти две больших, которые на карте. Вот я смотрю, вот это здесь, это здесь, прямо на местности. Это дорога, кусать бы, с той стороны речки Ламошки. Вот мы сейчас направо поворачиваем, и прямо подъезжаем к барскому дому. И пять серебряников закапываем. Да, и мы можем там пообедать, если хотите. Земля чудес. А там есть где? Вон первое чудо уже, крест. Слушайте, ну надо же. Слушайте, нас отметили. Крест, ты, да. Главное, чтобы это не прицел. Нет, мы крест, сейчас он уже из Ленинска. А вот это... Как это может быть? Как это может так пролететь самолет? Это знамение. Это знамение, что мы на верном пути окрестили нас. Паракушарь, да. Окрестили. Вы на верном пути, товарищи. Паракушарь, да. Паракушарь, да. Молодень, да. Место. Здорово же, как это. Паракушарь. Паракушарь. а вы видите какая вмятина на нем юль посмотри какая вмятина как будто на мягком граните что ты думаешь как будто вот ты знаешь да кого-то он на что-то тоже на какой-то камень упал и пока был мягкий вот эта выемка очень странная на нем и такое ощущение что знаешь накатанный камень упал накатанный большой камень то есть видишь края мягкие вот это на нем отпечаталась какой-то кусок вот такой пластичной мясной массы отлетел упал на что-то мягкое и перевернулся покатился дальше потом уже остановился и застыл вот это очень странная вмятина на нем снимала там он расслоился и часть отвалилась причем рядом лежат тоже не маленькие камни но может быть он был изначально один а потом условия какие-то здесь вот как раз военные действия какие-то вились и и здесь что-то было к эту садьба и что-то горело то есть какое ощущение что он особенно с той стороны какой-то структура менялась структуры он был изначально какой-то один а потом за счет рядом огня с ним ну произошли такие изменения потому что смотри он трескается не как гранит а здесь он как-то странно треснут вот и получается что какая-то внутренняя структура то есть он какой-то там внутри да то есть непонятно но то что еще было какое-то дополнительное воздействие огня горячей температуры вот так вот наверное может быть во времена великой отечественной войны здесь что-то было рядом что-то жгли может быть складывали не знаю то что температурой он обработался очевидно ну да он какой-то слишком пока ты получается там видно части вот это вот западная часть обвалилась она более такими до наплыв но он какой-то окат и этот камень где отвалилась часть она такими более жесткими ребрами идет где он целенький стоит он видишь даже овальный можно сказать нет грубых сторон так наше путешествие извело остановку государственном природном заказнике дубровой деревни велькота у карстовой воронки это тропа едущая по заказнику озеро образовавшиеся в карстовой воронки сколько у нас разных красивых мест до да и Давайте, ребятки, рада, что все выбрались сегодня. Молодцы, все постарались. Вот какой у нас пикник тут на свежем воздухе. Андрюш, идем, Андрей. Приятного аппетита всем. Так, вот это очень сочная вещь. Раскрывайте, если выйти вот так. Сало? Нет, сало. Блин, я даже не знаю. Не вижу гнатки. Итак, берегус нашей дружной компании. На берегу горстой воронки. О-о-о-о. Глубокая оттолстая воронка. Воронка. Из нее вырывается... Белорусская. А толстая белорусская. Не будет. Посмотрите. Черный хлеб какой-то на нем. А что у тебя видео-то идет? А там сними сверху кнопочку. Зачем? Да, Андрюш, снимай. Давай. Ну все. Белорусская. Слава будешь? Слевая. Слева. Мы такие молодцы. Мы такие ребята дружные. Дружные. Такие исследователи. Классные. Давайте. Вот мы приехали на такое красивое место. И здесь расположен камень нингир. Туда. Вот она. Пирамидальный. Интересный. Красивый. 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 Продолжение следует...